Чемпионат России по греко-римской борьбе стартует в Новосибирском экспоцентре. Уже завтра предолимпийский турнир. Последний шанс для борцов доказать свое право претендовать на поездку в Токио. О главных интригах турнира и о готовности Новосибирска принять столь значимые старты расскажет Александр Ширудила. На помосте три ковра, уже готовые к выходу первых спортсменов. Но пока борцы лишь проходят мимо. Идет репетиция, церемония открытия. Проверяют свет, звук и, конечно, все сопровождение чемпионата России. Предолимпийский турнир должен пройти на высочайшем уровне. У нас чемпионат начался еще вчера, потому что мы приехали, начали ребята монтировать зал, ковры. Все это работа. Вообще организационный комитет собрался за три месяца, если мне не изменяет память, до начала чемпионата. Поэтому работа идет давно. Но зал, я думаю, уже, вот сейчас смотрю, процентов на 95 готов к проведению соревнований. Десять весовых категорий, шесть из них олимпийские и более трехсот борцов со всей России. Некоторых сильнейших, в том числе и Романа Власова, зрители на коврах не увидят. Такое решение принял тренерский штаб сборной. Но звезд, тем не менее, хватает. Давид Чиквитадзе, Александр Чехиркин и Никита Мельников, знакомые всем любителям борьбы имена. Предолимпийский чемпионат – шанс отобраться в состав национальной сборной. Но даже для самых звездных борцов он станет серьезным испытанием. И не только из-за высокой конкуренции. Четыре часа – это все-таки существенно. У нас завтра взвешивание начинается в 8 часов утра по новосибирскому времени. Это, конечно, четыре часа для тех, кто живет там на юге нашей страны, в центральной части. Это нужно встать в два часа ночи. Биологические часы никто не отменял. Это, конечно, не очень удобно. Но, тем не менее, если вспомнить, олимпийские игры у нас будут в Японии, где разница по времени еще больше. Интриг у предстоящего чемпионата немало. Каждый из четырех дней не даст заскучать зрителям. Тем более в девяти весовых категориях есть представители Новосибирской области. Всего 14 спортсменов. Виктор Ведерников, Руслан Гусейнов, Сергей Степанов и другие претендуют на медали турнира. Церемония открытия и первые финалы чемпионата наш канал покажет в прямом эфире 17 января в 17.30. Александр Ширудила, Алексей Баженов. Новости ОТС.